Алексей, здравствуйте. Я хотела спросить о высшем образовании. Почему такие низкие стипендии, что вы будете с этим делать? И о бюджетных местах, почему становится с каждым годом все меньше и меньше? Вот интересная штука, да? Когда Путин, помните, недавно девочке сказал, что бюджетные места растут. Я выпустил видео о том, что, ну, врет Путин. И там Единая Россия вся взорвалась. Она прямо сходила с ума и объясняла мне про то, что бюджетные места растут. Но куда бы я ни приехал, обязательно берет человек в микрофон и говорит, бюджетные места сокращаются. Бюджетные места сокращаются или растут? Сокращаются. И все это знают, потому что мы платим за своих детей, потому что мы видим, что нужно платить и платить. У меня здесь простая, очень простая позиция. Я президент, мне нужно много денег для того, чтобы развивать страну. Эти деньги берутся в основном из главного источника, из налогов людей. Значит, я должен дать образование всем, чтобы они платили больше налогов, получая большую зарплату. Так работает везде. В современном мире деньги приносят не нефть, не газ, а мозги. Поэтому политика государства должна быть такая, что бюджетные места, бесплатное образование – это передовой опыт, это не популизм, а это расчет и стратегия. Сегодня мы вкладываем в образование 10 рублей, завтра получаем 100 в виде налогов. Поэтому, безусловно, я выступаю за бесплатное образование. Вопрос.